Вет 5 назад был такой случай. Высадил я семечку в кассеты, еще тогда кассетами выращивал, рассадой. Высадил семечку в кассеты, уже начали появляться всходы, вернее появились всходы и тут ночью заморозок. Заморозок до такой степени был, кассету поднимаешь вот так раз, вертикально ставишь, а вытрухиваются с нее льдышки. В общем полный габлык. Ну тем не менее постояло, постояло, мороз под утро был и постояло, отошло, отошло. Но были посажены тогда сорта, в основном сингентовские, я же повторяю, был сорт Клоссовский, ну представители фирмы Владам Юг, Центурион был сорт. И был еще другой сорт, я не буду называть. Потом днем температура поднялась, она отошла с сингентовскими сортами, вообще без проблем было все. А фирмы Клосс и той и другой фирмы, ну схода получилась процентов, нормальных сходов процентов 30. А процентов 20 еще были всходы, но кривые, косые, а остальных просто не было. Вернусь к схеме посадки. Между колесами трактора метр пятьдесят, три рядка между ними, между рядками по пятьдесят. То есть получается между первыми, ну между двумя кранями метр, между ними лежит две капли. Капля у меня по водовыливу, ну тут пробовал я и так экспериментировал, и так, и так, и так. И скажу честно, большой разницы, вернее разницы я никакой не увидел. Разница есть, когда вы, у вас нету возможности дать достаточное количество воды. Вот тогда это значение очень большое имеет, огромное. А так, если у вас капля с меньшим водовыливом, ну вот у меня конкретно капля, выливает 415, по-моему, литров. Пользуюсь я последние года Акватраксом. Великолепная капля, шикарный модельный ряд у них. Подобрать можно, ну, на, 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 шо хотите. И лук у меня, и морковь, и все на этой капле. Первое. То, шо купил. Ну, как купил, покупаешь же не с бухты-барахты. Ты ж покупаешь изначально азот, фосфор и калий. Три основных элемента. Все. А потом, когда приходят результаты анализа, то, ну, я же говорю, ну, допустим, как пример. Если посчитали и говорят, надо там по 150 ДВшки внести, значит, по 100 я дам осенью. Все. И считайте сами. Если вот в этом году, допустим, я буду вносить под капусту, ну, в этом году я буду вносить первый раз польское удобрение. Не помню, чего там, сколько, врать не буду, но там азот, фосфор, калий, плюс сера и плюс бор. Так вот, ну, если брать, допустим, если бы я работал не травмофоской, тут никакого секрета. Не травмофоска, к примеру, 16-я. Вам нужно дать 100 единиц, ну, считайте, по 600 килограмм бы дал. Все, все очень просто. Вот, и сразу хочу сказать по поводу основного внесения. Стараться надо как можно раньше, чтобы оно как можно лучше разложилось. И весной тогда, вы же еще культивировать-то все равно будете, возможно, не один раз. Оно лучше растянется. Оно и так-то по почве разойдется неплохо, но лучше растянется. Пробовал я вносить весной, вот как некоторые рекомендуют, то я вот под последнюю культивацию вношу, и все классно получается. Я тоже вносил под последнюю культивацию. Так вот, бывает такое, что на момент уборки гранулки эти даже до конца не растворились. Они растворились, но видно пятно от гранулы. То есть растение его не впитало. Но, зато на следующий год сею зерновые, и зерновые мне по грудь. Вопрос возникает в другом. Вы кидали удобрения под зерновые или под капусту? Под капусту. Ну, на капусте оно сработало, но слабо. Особенно в нашем регионе, потому что, повторюсь, с дождями здесь печально все. Мое, основное нужно давать, основную массу удобрения давать надо осенью, под пахоту. А остальное, я же говорю, что хотите под культивацию последнюю, ну, вносите. Я сторонник того, что лучше купить более дорогие и дать фертигацией непосредственно под корень. Ну, это мое мнение. Сколько будет зрителей, столько будет и мнений. И каждый будет считать свое мнение правильным. И это правильно. Юрий, еще вот парочку вопросов. Дело в том, что на начальных этапах развития капусты, даже в момент посева капусты, в этом году многие столкнулись с проблемой с рваными всходами и с проблемой капустной мухи. Как вы считаете, как с этими проблемами можно поворот? С рваными всходами на прямом посеве? Да. Ну, не знаю, однозначно, 100%. Что там я думаю? Кому интересно, напишите комментарий Игорю, это вот этот наш ведущий, и он же агроном-консультант. Он вам даст мой номер. И я вам расскажу, какой в этом году у меня был печальный опыт. Это действительно печальный. Я потом сделал эксперимент. Это вот опять-таки кому будет интересно. И результатом, честно говоря, я был удивлен. Какой был печальный эксперимент. В прошлом году, прямым севом я сеял в прошлом году, первый раз. Это были семена агрессора. Сеял я немного, в виде эксперимента 2,5 гектара. Сеял в последние числа апреля. Сходы получились дружные, классные. Урожай классный. Сеял конец апреля, а убирали, начали убирать урожай. Ой, дай бог памяти. Начало сентября. Да, убирали мы лук и убирали капусту. Начало сентября была полноценная капуста. Но то, что сформировавшийся качан, это само собой. Он был достаточно упругий. Ну, уже нормальный качан, не пустотка. Хороший. Ну, это был 20-й год. И вот я в этом году, в 21-м, сделал так само. В эти же сроки посеял капусту. Посеял, а надо было привязываться не к срокам, а к температуре грунта. Даже с тем, что семечку сеешь, ты там на максимум на полтора сантиметра вглубь. Ну, пусть даже на два. Все. Но весна же была холодная, дождливая и холодная. И плюс, самое главное, грунт не прогрелся на тот период достаточно. Поэтому холод снизу тянул. Всходы затянулись. Всходы начали появляться только где-то на седьмой-восьмой день. Стыдно было говорить, что вот Юра и до такого довыращивался. Ну, тем не менее, с одной стороны стыдно, вернее, стыдно было показывать, но говорить мне об этом не стыдно. Почему? Да потому что, ну, вот получилось так. И может это кому-то пригодится. Потом всходы еще были, в течение двух недель появлялось. Но самое интересное не в этом. Самое интересное, вот этот участок, на котором мы стоим, это новый участок у меня. Ну, как новый? Ну, каждый год там люди паи, ну, в частности, и в этом году один человек пай отдает, и я потихоньку двигаюсь. Скажу сразу, что земли у меня все поливные, и это в том числе. Я сделал, ну, сделан так, полившую, я и эту могу землю полить, и даже вот эту, которую только сейчас буду обрабатывать, и эту я могу полить без проблем. Мощности насоса у меня хватает. Насос дает немного воды, там, 18 кубов, но давит он почти на 2 километра от скважины. Поэтому, как бы, это не проблема. Так вот, по поводу этих самых сходов, что получилось? Основная фишка была в грызунах, насекомых. Вернее, не насекомых, как их правильно назвать? Почвенных вредителей. Да, это не почвенные вредители, это сволочи, это нейды. Я не знаю еще, как их назвать. Их здесь оказалось столько, что просто караул. Просто я не мог предвидеть, что их могло быть столько. Потом, разобравшись, успокоившись, все, разобравшись в ситуации, я понял, почему. Потому что соломы было, предшественник был ячмень, соломы было много. Они удачно, эти твари, перезимовали, и удачно, естественно, расплодились весной. И когда вы, еще не бурьянов, ничего нету, никаких всходов, а начинают только появляться ваши всходы, они их с удовольствием употребляют. Так вот, с Игорем мы тогда как раз, когда ходили по этим посевам, сеялка я сею точного высева. Кому интересно, ну, сеялка у меня английская, стенхей. Диски мне сделали, специальные диски под капусту сделали в Харькове. Высевает точно, до сантиметра. Вот, ну, высчитал, сколько тебе надо, до сантиметра она все высеет. И вот смотрим, допустим, есть всход, там 2-3 всхода нету. Разрываем, что вот тут должна быть семечка. Да, семечка, семечка действительно есть. Но вот она не успевает пускать паросточек, вернее, пускает. Она не сидит дратянкой и удачно все это дело сгрызает. А почему? А все очень просто. Ключевая моя была ошибка, ключевая, но это не единственная ключевая. Я не протравил семена. Они-то семена обработаны, там, фунгицидной обработкой, но они же не протравлены. Вот, и я их не протравил. В прошлом году я тоже не протравливал. Но в прошлом году номер проскочил, а в этом году не проскочил. Вот, поэтому надо протравливать. Сеял семена я вместе с форсом. Но форс я пускал, трубочку эту с форсом пускал перед сошником. 10 килограмм на гектар, но перед сошником. Что-то я вот так думал, что вот сошник же будет землю разгребать. И потом же сзади загортачи будут загортать. Оно перемешается и будет классно. Ну, может, оно и классно, но сработало оно печально. Очень печально. Вот. Сходы, в общем, получились хреновые. Небольшую часть, там 66 соток, я был вынужден, ну, какая рассада осталась, я поставил людей, ее пересадили. А то просто перекультивировал и сделал эксперимент. И вот эксперимент мне понравился. Я оставил, ну, это же в виде эксперимента, и уже сроки были 28 мая. Я оставил две секции. То есть сеял не тремя рядками, не три рядка между колесами, а два с расстоянием в 75 сантиметров. Ну, повторюсь же, между колесами метр пятьдесят. И вот, чтобы оно ровно все получалось, посеял по метру семьдесят пять. Сразу скажу, положил каплю на каждый рядок. Сразу скажу, что результат получился намного слабее. Там, где я сеял три рядка и две, но на месяц раньше. Две капли, но на месяц раньше. Там результат намного... Там, ну, я даже не готов сказать, насколько. Ну, там шикарный результат. Так вот, когда я пересевал, какой я сделал эксперимент у этих два рядка. Семена я взял и протравил, ну, все семена протравил. Вот, в обе секции засыпал протравленные семена. Но, в одну секцию, у меня же стоит на сейлке микрогранулятор, я насыпал удобрение. А в другую секцию, я насыпал, в другую банку насыпал форс. То есть, думаю, ну, чтобы посмотреть, есть смысл в том, что форс надо сыпать или нету. Потому что семена же протравлены и там, и там. Но, будет смысл в удобрении или не будет, и будет смысл в форсе или не будет. Делайте ставки, господа. Что у меня получилось? Как вы думаете? Ну, вот уже в мозгах, я думаю, вы прокрутили. Что там, где всыпал форс, там можно было его не сыпать, потому что семена протравленные. А там, где я получил, а, удобрение я сыпал хорошее, на Волоновске, по-моему, или Яровское. С расчета 40 килограмм на гектар, это максимальная доза. Ту, которую рекомендуют, но повторюсь, может кто-то скажет, что, да что такое 40 килограмм? Да, это фигня. Да, это фигня, но это 40 килограмм непосредственно в рядок, где семечка лежит. Это много. Вот, сыпал я азотофосфорные. Почему азотофосфорные? Потому что азот на первом этапе даст рывок, а фосфор будет развивать корневую систему. И, то есть, растение должно получиться, ну, стартануть мощнее, а стало быть и развиваться, а стало быть и урожай. Ну, это я так думал. Сразу еще скажу, то, что я не сказал. Я сыпал удобрения под последнюю культивацию. Почему под последнюю? Потому что с осени у меня была запарка, и у меня не получилось внести под основную. Я сыпал весной под последнюю. И, вернее, она была первой и последней. Сыпал я 700 килограмм. 700 килограмм. Это было 10, 26, 26. Вот такое я удобрение сыпал. Так вот, вернусь же к эксперименту. Когда начали появляться, всходы начали появляться, посеял я семечку и прошел дождь. Дождь сумасшедший. 25 миллиметров, ну, дело в том, что он был сильно интенсивный и до такой степени утрамбовал почву. Я думал, мне не взойдет бедолага капуста. Ну, зашла. И ставки же вы уже сделали. Значит, что у меня получилось. Там, где сыпал я удобрения, на начальном этапе, ничего я не увидел разницы. Ни там, где с форсом, ни там, где с удобрением. То есть, сходило все одинаково. Забегу наперед, и через неделю, и через две, все было одинаково. Забегу еще дальше наперед, до самого сбора урожая, никакой разницы я не увидел. Вообще. То есть, вот это удобрение можно было не сыпать. Но, повторюсь, я сыпал под культивацию. Вот. Поэтому, вот, необходимости в этом не было. Но, получил я не стопроцентные всходы. Были все равно, где-то сволочи эти, рызли. Но всходы получились, ну, примерно так, на вскидку. Ну, процентов 90, даже, наверное, больше. А вот где сыпал форс, и форс я сыпал уже в меньшей дозе. Уже не 10 давал, а 8 килограмм. Но сыпал уже я форс не перед сошником, а непосредственно до семечки. Прям в ложе семечки. Вот там всходы получились, ну, можно сказать, стопроцентные. То есть, ну, все идеально. Ничего не было сказано по обработке. Ручного труда тут нет. Тут все работает гербицидами. Как работать, в каких дозах, когда, самое главное, наверное, когда работать. Как лучше. Ну, это, наверное, если будет у вас желание, действительно, пишите отзывы свои Игорю. И, ну, или он вам объяснит, или даст номер будете. Потому что есть такие, которые звонят люди напрямую. Я с удовольствием делюсь своим опытом. Повторю, ключевая фраза, своим. Спасибо большое, Юрий, за столь большое интервью. Я думаю, что наши зрители оценят обязательно это лайками. Конечно, если хотят, подписываются на наш канал, задают вопросы. А кого интересует телефон Юрия, я обязательно поделюсь с вас комментарием. До новых встреч. Хороших вам урожаев.